Здравствуйте! Здравствуйте! Мы пришли к вам по вашей заявке. Евгения в шоке. Еще бы! Сегодня к ней целая делегация. Мать трех детей решила в этом году голосовать на дому и такого внимания не ожидала. Говорит наоборот, хотела видеть как можно меньше людей. Хотелось бы поменять у нас вести общение в массовом скоплении людей. Спасибо большое за внимание. Многодетной семье пошли на уступ и позволили проголосовать на дому. Такое внимание. Кстати, сама процедура голосования на дому не из простых. Много мелочей, которые соблюсти жизненно необходимо. Ящик для голосования и ручки обрабатывают антисептиком. Голосующий выходит, показывает свой паспорт, берет бюллетень и идет домой. Ну, тайное голосование все-таки. После чего возвращается и опускает листок бюллетень. Вот и все голосование. За неделю досрочного голосования избирательная комиссия успела так отработать почти полтора десятка заявок. В масштабе Барнаула желающих отдать свой голос немного, но зато те, кто это попробовал, говорят так удобнее и проще, а главное – безопаснее. По словам участников избирательной комиссии, о мерах защиты во время голосования думают уже не только пенсионеры, но и многодетные мамы и беременные женщины. Раньше мы выезжали на голосование вне помещения, а только для людей, которые не могут самостоятельно прийти в помещение проголосовать. Средства защиты, я думаю, никакой нам ковид не страшен с такими средствами. Единственное, что, конечно, жарко, потому что видели погоду. 30 у нас было с хвостиком. Избирательная комиссия приезжает в любое удобное время, а заявку оставляли обычным телефонным звонком. Никита Ромаков, Александр Антропов. День с толком.